Торжественные мероприятия начались с традиционного возложения цветов и венков к памятнику первого президента Абхазии и мемориалу павшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии. Президент осмотрел экспозицию музея боевой славы, фотографии погибших героев, их личные вещи, осколки снарядов, ценные реликвии, напоминающие о непростом пути города-героя, жители которого героически сражались и не покорились врагу. Затем в Доме культуры прошло торжественное заседание. Глава Ткварчальского района Аида Чачхали поздравила собравшихся с праздником и поблагодарила всех, кто приехал на празднование Дня города из других городов и районов страны. 2017 год – это юбилейный год для нашего города. Он празднует свое 75-летие. Город Ткварчал прошел непростой исторический путь, на котором все мы с вами жили, трудились, учились. Нам есть чем гордиться, того славить, помнить и чтить. Люди – главное достояние нашего города. Юбилей – это прекрасный повод, чтобы обратиться к своим истокам, восстановить связь времен, вернуть утерянные ценности. Юбилей города Ткварчал – это знаменательное событие, символизирующее мужество и стойкость всего народа Абхазии. Шедшего к своей независимости долгим и тернистым путем отметил в своем выступлении президент Рауль Хаджимба. Глава государства особо отметил значительный вклад ткварчальцев в национально-освободительное движение абхазского народа, последовательную борьбу за восстановление нашей исторической государственности. Блокатный город стал плацдармом обороны и координации действий всех сил на Восточном фронте в период Отечественной войны народа Абхазии. Сотни бойцов ткварчильского полка сражались самоотверженно, освобождая нашу родину от грузинских оккупационных войск. Вечная память всем защитникам родины, покрывшим себя неуядаемой ратной славой. В трудные военные годы ткварчали нашли приют и поддержку незащищенные жители многих близлежащих сел. В лечебных учреждениях города оказывали медицинскую помощь воинам, получавшим боевые ранения. Город прославленных горняков. Ткварчал всегда отличался своими достижениями в экономике, промышленности, в культуре. Думаю, недалек тот день, когда здесь вновь заработают в полную мощь предприятия, способные возродить прежний высокий потенциал. Начальник госпротокола администрации президента Хибла-Восба зачитала указы президента о награждении ряда заслуженных ткварчельцев государственными наградами, а также сообщила, что глава государства дарит городу миллион рублей на благоустройство. Указ. За заслуги в педагогической деятельности, обучении и воспитании подрастающего поколения присвоить почетное звание заслуженный учитель Республики Абхазия Пачулия Нателли Ивановне, бывшему директору средней школы номер 2 города Ткварчал. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм наградить орденом Ахидзапша 3-й степени Джинджоли Анатолия Ивановича, директора шафта управления Ткварчайская. За многолетний плодотворный труд, высокий профессионализм наградить Полторакова Виктора Павловича орденом Ахидзапша 3-й степени. За многолетний плодотворный труд, значительный вклад в развитие Ткварчальского района Республики Абхазия наградить Черкезия Леонида Несторовича орденом Ахидзапша 3-й степени. Президент Раул Хаджин. Распоряжение. Министерству финансов Республики Абхазия выделить за счет резервного фонда президента Республики Абхазия администрации Ткварчальского района 1 миллион рублей на благоустройство территории в честь празднования 75-летия города Ткварчал. Президент Раул Хаджин. Бывший шахтерский город во время войны фактически был центром абхазского национального сопротивления и устоял перед всеми опасностями. И сегодня жители героического города не покидает надежда, что когда-нибудь люди снова вернутся в Ткварчал, и их любимый город зацветет как прежде. Ткварчальцам есть чем гордиться. Мы живем и работаем в городе с богатой трудовой и боевой историей. Во время грузинской агрессии, находясь более года в полной блокаде, благодаря смекалке, инженерному таланту, высокому мастерству и профессионализму, мужеству наши умельцы смогли наладить производство электроэнергии собственной генерации, запустить производство, обслуживающие военные и гражданские структуры Ткварчальского военного гарнизона, наладить ремонт боевой техники и вооружения подразделений Восточного фронта, работу военного госпиталя, принять и разместить тысячи и тысячи беженцев, присвоение высокого звания Городу Героя – это заслуженная оценка вклада ткварчальцев в нашу общую победу над врагом. В последующий период, в первые послевоенные годы, наши врачи, учителя, труженики других профессий показали, говорю это без преувеличения пафосом, бескорыстный, самоотверженный, полной отдачей и пониманием важности выполняемой миссии работу. Ведь в результате развала Союза, кровопролитной войны и изнурительной блокады были разрушены и закрыты все градообразующие промышленные предприятия и, как следствие этого, полная разбалансированность хозяйства, хозяйственного механизма и управления. Праздничные мероприятия завершились концертом и салютом в честь 75-летнего юбилея Города Героя.